Масочный и режим самоизоляции по-прежнему актуальны. В Югре продолжает расти число заболевших COVID-19. Сохранить занятость и заработную плату. Какие новые меры поддержки разработаны для предпринимателей? Березы и сосны. Сегодня в Нефтьюганске состоялась акция по высадке деревьев. 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован сегодня в Югре. Шесть из них выявлены в Нефтьюганске. Как отмечает окружной Роспотребнадзор, у 17 заболевших источник инфекции пока не установлен. Сразу 38 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Сургутском районе. Это разные очаги в отдельных городах и поселках. Всего же диагнозы подтверждены в семи муниципалитетах региона. По словам специалистов, много как семейных локаций, так и заболеваний на предприятиях, в том числе и в распределительном торговом центре Нефтьюганска. Очаг в распределительном центре торгового элемента Трейд в Нефтьюганске. Там сегодня прирост в два случая. В интеллект Дериллинг 3, Котойл Дериллинг 3 и в семейных очагах 36 случаев. Статистика заболеваемости в регионе продолжает расти, поэтому масочный режим самоизоляции не теряет свою актуальность. В большинстве случаев заболевание протекает в бессимптомной форме. Человек может не знать, что болен, но при этом быть носителем COVID-19. Поэтому коэффициент распространенности инфекции в регионе остается высоким – больше двух. Для того, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, более широкому, так скажем, общению, открытию иных, в том числе и стоматологии, волнует вопрос. Нужно добиться снижение целевого показателя к единице. То есть должно выявляться значительно меньшее количество ежедневно. Специалисты призывают жителей относиться к своему здоровью более ответственно, помнить про средства индивидуальной защиты, соблюдать все требования и лишний раз не посещать места массового скопления людей. В Югре скончались еще два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Один проходил лечение в Сургутской больнице, другой в Нефтьюганской. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, находясь в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами. В Нефтьюганске умер 47-летний мужчина, в Сургуте – 57-летний. Заболевание проходило в тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей, необходимое лечение наступил летальный исход, в том числе из-за сопутствующих патологий. У одного пациента была туберкулезная инфекция, у другого – болезнь печени. Напомним, на данный момент в Югре от коронавируса скончались уже 8 человек, из них трое в Нефтьюганске. Врачи напоминают, что коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. Соблюдайте меры безопасности, прежде всего требования к самоизоляции. В Югру сегодня поступила еще одна партия средств индивидуальной защиты для врачей. На окружной аптечный склад поступит почти 80 тысяч высоких бахил, а также более 25 тысяч одноразовых медицинских халатов и защитных костюмов. В общей сложности вес посылки составляет 10 тонн. Напомним, округ заключил контракт на поставку средств индивидуальной защиты с китайской компанией. В него включены 200 тысяч фильтрующих респираторов, 300 тысяч медицинских защитных костюмов, 400 тысяч пар одноразовых водонепроницаемых высоких бахил и 40 тысяч хирургических халатов. 10 мая в Сургут прибыл первый борт. Теперь самолеты с грозом будут приходить каждые 3-4 дня. Этого медикам Югры должно хватить на два месяца напряженной работы. Налоговый капитал для самозанятых и льготный кредит на выплату зарплаты сотрудникам пострадавших предприятий. 11 мая президент в своем послании к россиянам озвучил дополнительные меры поддержки для бизнеса. Как подчеркнул Владимир Путин, основной смысл госпомощи в данном секторе, сохранение занятостей и заработной платы работников. С пандемией дела у многих самозанятых, это, к примеру, няни или мастера по стрижкам на дому, доходы сократились. Президент предложил поддержать их возвратом налогов за 2019 год, а также выплатой налогового капитала. Налоговый капитал в размере мрот 12 130 рублей. То есть на депозит у каждого самозанятого при регистрации из этих денег идет выплата налога. Для них это очень важно. Почему? Потому что новая, во-первых, неизведанная для многих. И, естественно, любая перипетия в экономике, она может отпугнуть тот блок людей, которые планировали быть самозанятыми. Отмена налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал текущего года – еще одна поддержка, обозначенная Путиным 11 мая. А чтобы сохранить занятость и доход работников малого и среднего бизнеса, предприятиям будут давать зарплатные кредиты. Кредит предоставляется по 1 апреля 2021 года, причем с отсрочкой платежей капитализации. Не нужно сразу же его выплачивать. И под 2%. Остальные проценты гарантирует государство выплата банка. И также 80% кредита дается под гарантию государства. Условия для кредита сохранения штата на уровне 90%. На днях по новому постановлению претендовать на эту меру поддержки смогут и микропредприятия. Как подчеркнул президент, поддерживая бизнес, государство будет в первую очередь помогать тем, кто заботится о коллективах. Полный перечень всех видов помощи, а также как ими воспользоваться на сайте stopcoronavirus.rf. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Сроки проведения ЕГЭ перенесут на более позднюю дату. Министерство просвещения объясняет это рекомендациями органов здравоохранения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Напомним, один раз экзамены уже были перенесены. С конца мая на 8 июня. Точные даты проведения ЕГЭ обещают назвать. В ближайшем будущем отметили в министерстве. Предположительно, это будет вторая половина июня. На окончательные решения повлияет готовность регионов, которая зависит от эпидситуации. Причем сдавать экзамены будут только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы. Остальным эти стат могут быть выставлены оценки по результатам года. Аналогичным образом получат итоговые отметки девятиклассники. Массовых субботников по высадке деревьев этой весной не будет. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. Хотя изначально город хотел посадить 75 саженцев сирени. Аллею сирени планировали высадить в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Но это не значит, что от идеи откажутся полностью. Акцию перенесли на осень этого года. 75 саженцев сирени появятся во втором микрорайоне между Жемчужиной Югры и библиотекой. Кстати, присоединиться к субботникам по высадке деревьев в сентябре могут все желающие. Если вы хотите озеленить свой двор, необходимо обратиться в управляющую компанию за предоставлением саженцев и необходимого инвентаря. Несмотря на отмену массовых субботников, некоторые районы Нефтьюганска без озеленения не остались. Сегодня управляющая компания «Эталон» высадила деревья во дворе 15-го микрорайона. Подробнее в следующем сюжете. Микрорайон новый, зелени не хватает. Акция по высадке деревьев для управляющей компанией «Эталон» уже давно стала традиционной. Инициатива, как и прежде, принадлежит депутату городской думы Ильшату Гумерову. Пропускать озеленение этой весной организация также не решилась. Своими силами и с соблюдением всех мер безопасности. «Осенью еще раз проведем, ну и весной решили посадить. В этом году порядка 130-150 саженцев привезем. Посадим в пределах придомовой территории, а также на землях общего пользования, которые прилегают придомовым территориям». Всего специалисты завезли порядка 150 саженцев березы и сосны. Посадят их в 15-м и 16-м микрорайонах. Только сегодня во дворах города на 50 деревьев стало больше. И это несмотря на то, что высадка не входит в обязанность управляющих компаний. Все благодаря инициативе организаций и самих жителей. Но на этом озеленение микрорайонов, которыми управляет «Эталон», не закончится. Помимо деревьев, управляющая компания планирует завести торф в песчаные места района и посеять газонную траву. В Нефтьюганске готовят к работе фонтан. В этом году из-за теплой погоды его планируют запустить почти на две недели раньше обычного. Как сообщают в службе единого заказчика, подрядчики уже приступили к подготовке конструкции к работе. В этом году фонтан планируют запустить уже завтра, 15 мая. Погода теплая, почти летняя. Для сравнения, в прошлом году он начал функционировать только в июне. Горожан по-прежнему призывают не использовать фонтан в качестве охлаждающего средства в жару и следить за тем, чтобы дети не залезали внутрь. И напоследок наша постоянная рубрика «Окно в город». Сегодня наш оператор искал лучшие кадры на Юганской Аби. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.